Ниджет Абасов. Этот парень стал настоящим ужасом для своих противников на Кубке Мира. Фрес Сене, Гирис, Видлер, Салех стали его жертвами, несмотря на статус рейтинг фаворитов. Ну и давайте посмотрим его партию в рамках четвертьфинала против очередного рейтинг фаворита индийского гроссмейстера Сантоша Видита. Итак, Абасов открывает партию ходом ферзевой пешки, Видит отвечает развитием коня, на доске разыгрывается лондонская система. Слон выходит на поле F4, черный подрывает центр. Белый укрепляет этот центр продвижением E3, открывая диагональ белопольнику. Стороны завершают развитие кавалерии, Сантош открывает линию чернопольному слону, но при этом затупляет белопольника. Видимо, рассчитывает вывести его на большую диагональ. Ниджат выстраивает славянский треугольник, черный готовят рокировку, белый образует форточку для слона. Но черный намекает на то, что в случае размена эта форточка может оказаться слегка бесполезной. С учетом этого Абасов пробивает на поле C5 и меняться на F4 не очень-то и хорошо после данного размена и примерного ферз C7. Белые защищают пешку и как бы не торопятся расставаться с лишним пехотинцем. С учетом этого индийский гроссмейстер забирает пешку на поле C5. Белый готовит эвакуацию короля после хода слона D6, все-таки меняет чернопольных слонов и устанавливает контроль над центральным полем Е4, прицеливаясь к пешке H7. В ответ на это Сантош предлагает поменяться лошадями, Абасов не возражает против этого размена, уводит короля в безопасное место, ну а черный завершает развитие легких фигур. Азербайджанский гроссмейстер подрывает центр, планирует поставить ладью на линию Е и разворошить это осиное гнездо. Так что черные сами стукнули на поле Е4, но и здесь нужно было перевести слона на большую диагональ с хорошей игрой. Но Сантош пытается в партии морочить голову противнику, хотя при этом отстает в развитии. Абасов просвечивает рентгеном косточки знати, слон идет на поле C6, белый завершает централизацию, черный рокирует в длинную сторону. Далее Ниджат расчищает вертикаль, после профилактического хода король B8 сдваивается по линии D, Видит на всякий случай защищает ладью на поле D8 и белый впендюривает коня на C5. В данном положении заслуживал внимания ход кони Е7 с целью начать массовые размены тяжелых фигур по линии D. Но как известно позиция с разносторонними рокировками предполагает прежде всего штурм королевской крепости. Поэтому Видит играет А6 с целью набросить пехоту на данном участке доски. Но белые также в носу ковыряться не стали и пошли C4, конь уходит на поле Е7, ферзь убегает из-под нападок черной ладьи и на ответное конь F5, а Басов играет B4. Осознав, что наступление на королевском фланге слегка запаздывает, предводитель армии черных начинает лихорадочно менять тяжелые фигуры, для того, чтобы раньше времени не повстречаться с костлявой Матильдой. Тем временем Абасов продолжает накатывать пешки, черный король бегает в растерянности по своему замку взад-вперед, слыша стук копыт за окном. Белый всадник освобождает дорогу пехотинцу Славику, Видит открывает диагональ белопольнику, после хода А5 играет ферзь D1. Но это уже какой-то выстрел по воробьям. Никакой выгоды из данной связки черные извлечь не могут. После хода ферзь B4 видит пошел B6, белый меняется на данном поле. Совершенно бездарно ведет партию индийский гроссмейстер, позволяя своему противнику сделать все, что он пожелает. После хода король C8 белый забирает пешку с шахом, на перекрытие отступает ферзем на C4. Ну что ж, королек уходит на поле D8, проходная пешка мчится, ферзи видит защищается ходом ферзь D6, белый выписывает шах, на отступление короля играет B7. Угрожает превращение пехотинца, поэтому черный перекрывает линию ферзю. Элементарным ходом Аббасов устраняет защитника последней горизонтали, видит выписывает серию предсмертных шахов, белый закрывается пешкой и после хода слоны в 7 превращает пехотинца в ферзи. Черные могли, конечно, взять на поле B8 и так для разнообразия поиграть эту позицию без ферзей. Но, видимо, осознав тот факт, что нужно еще собирать чемоданы, Санта Швидет решил забрать на поле G8 и просто получил матец. Таким образом, 69-й стартовый номер Кубка Мира вышел в полуфинал. И учитывая то, что три призовых места выходят в турнир претендентов, а Магнус Карлсон отказался от участия в этом соревновании, то можно поздравить азербайджанского гроссмейстера с выходом в турнир претендентов. Напишите в комментариях ваши впечатления от выступления 28-летнего Ниджата Аббасова на Кубке Мира. Не забудьте также поставить лайк, поделиться видео с друзьями, потому что шахматы это круто.